Общественный транспорт опасен для жизни. ГИБДД Почуваший сообщает, в республике с начала этого года с участием водителей автобусов, троллейбусов и маршрутных такси было зафиксировано более 300 ДТП. Больше половины из них произошло по вине маршрутчиков, и это неудивительно. Езда с нарушениями, превышение скоростных режимов и конфликта на дорогах. Поездки на этом транспорте в народе давно окрестили русской рулеткой, но как быть, если вы оказались в подобной маршрутке? И куда обращаться, если стали свидетелем дорожных нарушений? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Этот рейд сотрудники госавтоинспекции решили провести в утреннее время, в час пик. В это время горожане спешат на работу, а маршрутчики умело пользуются этим. В погоне за хорошей выручкой набивают общественный транспорт до отказа. Перегруженный микроавтобус гаишники видят издалека. Проскочить мимо стражи порядка не получается. А у этого водителя неисправным оказался сам транспорт. Железного коня обулит с нарушениями. Спереди у машины зимняя, а сзади летняя резина. Ездить так категорически запрещено, поясняет гаишник. Вину свою маршрутчик признает неохотно. Снег шел, шипы поставили. Сейчас не успели. Передние шипованные, а задние шипованные были. И за это остановились сейчас. Ну, ездить так нельзя. Ну, ездить так нельзя. Чаще всего маршрутчики становятся виновниками небольших ДТП. Интернет пестрит видеоматериалами подобных нарушений. На этой записи видно, как микроавтобус подрезает троллейбус. Маневр завершился печально для обоих водителей. Радует то, что пассажиры остались целы. А на этом видео прохожие засняли, как маршрутчики выясняют отношения. Правда, делают это они, не выходя из машины. Не смущает их даже то, что транспорт полон людьми. Однако, не все выходки водителей приводят к небольшим ДТП. Летом 2016 года у Новочебоксарска общественный транспорт влетел в столб. Это происшествие без пострадавших уже не обошлось. В Чебоксарах эти юркие микроавтобусы очень популярны и по праву считаются самым массовым общественным транспортом. Однако, среди пассажиров есть и те, кто недоволен работой маршрутчиков. Часто создают аварийные ситуации. У меня на глазах часто они подрезают на остановках, мешают троллейбусам, автобусам нормально парковаться, посадку пассажиров осуществлять. Есть нарушения в грузоперевозках пассажиров. Во-первых, набивается очень много людей. Потом бывает, что водители маршруток резко тормозят. В республиканской автоинспекции приводят печальную статистику. С начала года пассажирский транспорт фигурирует более чем в 300 ДТП. Таким образом, только за один день совершаются около трех аварий. Поэтому рейды ГИБДД Чуваши – мера не только обязательная, но и вынужденная. Мы организуем рейды ежемесячно. Они у нас происходят. Рейды, декадники. По сравнению с прошлого года, снижение как общего количества ДТП, так и ДТП с участием пассажирских перевозок. В госавтоинспекции Чуваши хотят ужесточить требования к пассажирским перевозкам. Особенно в отношении тех, кто занимается извозом детей. С подобной инициативой выступил начальник управления ГИБДД по Чуваши Владимир Романов на одном из заседаний в Доме правительства. Привлечь к ответственности маршрутчиков могут и сами горожане. Сообщить о лихом гонщике можно, позвонив по телефону 620022 или сотового по короткому номеру 102. Нарушения также можно снять на видео и отправить на сайт госавтоинспекции МВД России.